Сегодня я хочу рассказать вам о тайной вечере Иисуса. Летом 2014 года мы были в Америке, и когда мы летели обратно домой, в тот день мы вошли в почти пустой самолет. Каждый из пассажиров занял себе по ряду из четырех мест. Мы удобно устроились и могли позволить себе полежать и даже поспать остаток вечера, до того, как мы услышали голос по громкой связи. Дамы и господа, послушайте, пожалуйста, объявление. Ввиду того, что это для нас обоих, то есть для двух пилотов наш последний полет, нас будет провожать пожарная команда, которая в нашу честь окатит наш самолет фонтаном воды. Два пилота, начинающие свой последний полет. Это будет последний полет. Все буквально повскакивали со своих мест. Последний. Акцент был сделан на слово «последний». Рядом стояла пожарная машина. Вид был красивый. Для нас это тоже был особенный момент. Первый раз мы были в самолете, который поздравляли фонтаном воды. Но все же, мы уже были около получаса в дороге, когда услышали хлопок и громкий всплеск. Явно что-то было не в порядке. И затем мы услышали голос пилота. Дамы и господа, мы должны вернуться в аэропорт, так как на этом самолете мы не можем перелететь через океан. Больше нам ничего не было сказано. Обратно для чего? И когда я размышляла над словами пилота в последний полет, то я невольно придала этому значение. Будет ли это на самом деле наш последний полет? Тогда здесь все и закончится. Оглядываясь назад, оказалось, что это была очень серьезная проблема. То есть самолет летел на одном исправном двигателе. Но нам ничего не сказали на тот момент, лишь намного позже мы об этом узнали. Когда же мы вновь приземлились обратно в аэропорту, на готове были уже все службы. Полиция, скорая, пожарная. Это мог бы быть наш последний полет. Всего лишь мысль, но все же победила уверенность и надежда, мир, радость, милосердие. И любовь, которая живет в нас, это источник, дающий силы стойко и непоколебимо выстоять, чтобы не случилось. Прошлый год со всеми его разочарованиями, трудностями, карантином, локдауном, показал нам, как это важно иметь внутри такой источник. Тайная вечеря, последнее послание Иисуса очень важно, поэтому он и хотел донести его до своих учеников. За несколько часов до своего распятия это внутренний источник, который поможет им выстоять. Иисус знал, что случится. Он хотел подготовить к этому своих учеников. Что вы чувствуете, когда ваш любимый человек или же кто-то, кого вы очень любите, хочет поделиться с вами своими последними словами? И вы знаете, что конец уже близко. И последние слова, которые при этом произносятся, очень важны. Вы слушаете очень внимательно. Вы не хотите ничего пропустить, вы запоминаете эти слова. Это был последний ужин перед распятием, который Иисус разделил со своими учениками. Последний вечер, когда Он собрал их вместе, перед тем, как исполнить свое предназначение. Последние Его дни здесь, на земле, когда произойдет то, что все изменит. Поворотный момент в истории. Эта последняя трапеза была очень важна для понимания огромной роли послания Иисуса на эту землю. И на этом ужине Иисус уделил время для своих двенадцати самых любимых учеников для того, чтобы раскрыть им правду, важность и узнать их отношение к грядущим дням. Его распятие, и воскресение, и вознесение. Давайте же эти истины, которые Иисус раскрыл своим ученикам в тайной вечере, применять и в нашей жизни, чтобы во всей уверенности жить и чувствовать в своей настоящей видимой жизни Его Царства, Его последний ужин, заканчивающий жизнь Его для наших глаз на этой земле, но открывающий абсолютно новое начало, начало нашего спасения. Смерть Иисуса не означала конец Его жизни. Это была Его цель и начало нашей вечной жизни. Иисус был распят на кресте, но это не было победой дьявола. Это была победа Иисуса. Иисус Христос победил смерть, грех и ад. Он обезоружил власть тьмы. Отец разработал план. Дух Святой утвердил этот план, а Иисус привел его в исполнение. Он исполнил волю Отца. Точно так же и с нами. У Отца есть план для каждого из нас. В Библии, в книге Иеремии говорится, «Мои планы для вас определены». Они разработаны Отцом. Дух Святой утверждает этот план. И только если мы вверяем себя воле Отца, мы исполняем божественный замысел в нашей жизни. Итак, Тайная вечеря. Я хочу рассказать о пяти важных событиях этого вечера. Пять. Число милости. Подготовка. Приготовление. Омовение ног. Трапеза. Предательство. И завет. Я могла бы и дальше продолжать. Просто пять – это красивое число. Во-первых, приготовление. Иисус все подготовил для Тайной вечери. И вот Он начинает готовить Своих учеников. Это была подготовка к распятию. Это была подготовка к страданиям. Это была подготовка к предательству, оболганию, рассеиванию учеников. Это была подготовка к воскресению из мертвых. Подготовка к грядущему. Ученики не имели никакого представления, но Бог предусмотрел каждую деталь. В Евангелии от Иоанна сказано, перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Пасха была еврейским праздником освобождения от рабства и исхода из Египта. Пасха, Песах на иврите и образована от глагола «отвращать». Если на дверном косяке была кровь, то это означало, что смерть стояла на пороге, но ангел отвратил ее от вашего дома. Пасха, Песах — это подготовка к последней трапезе. Именно в этот праздник пришло время Иисуса. «Самое подходящее время». Иисус знал точно, когда придет Его время. Все было подготовлено. Когда Бог обещает что-то, нам самим не нужно прилагать никаких усилий. Он уже все подготовил. Вам не нужно выращивать свои плоды. Иисус говорит вам, «Оставайтесь со мной, а я с вами, и ваша небольшая толика работы принесет свои плоды». Даже ваши плоды уже подготовлены. Ни одно слово, сказанное Господом, не будет сказано в суе. Знаете, если вы останетесь с Ним, то Он даст вам все, что вам нужно, чтобы жить жизнью, которая будет Его прославлять. Дух Святой даст вам знания, чтобы вы могли идти по пути, уготованным для вас самим Господом. Святой Дух подсказывает вам. Иногда появляются люди в вашей жизни, спрашивая о том, как у вас дела. Дай знать о себе. Дайте им знать, что вы думаете о них, что вы молитесь о них. Это всегда случается в самое подходящее время, потому что Святой Дух все для вас подготовил и время, и место. Он выбрал время и место для того, чтобы отметить праздник со своими учениками. В переполненном Иерусалиме. Это был праздник, на котором были тысячи людей, а для тайной вечери было приготовлено место в переполненном городе. В Евангелии от Луки говорится, «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав им, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот, при входе вашим в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху, с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Большая комната, полностью приготовленная также и для сошествия Святого Духа. В этом лично мне очень нравится, когда ученики спрашивают его, «Где велишь нам приготовить?» А Иисус дает развернутый ответ. Все давно подготовлено. Когда вы задаете Богу специальные вопросы, Он дает вам развернутые ответы. Бог поддерживает и ведет вас по приготовленному для вас пути. Он задает нам всем направления. Ученики нашли в точности такое место, о котором просил Иисус. Иисус для каждого из нас подготовил свое место. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». «И когда пойду, приготовлю вам место. Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иисус считается с вами. Он говорит, место для вас готово. Он готовит для вас место за своим столом. Второе, что я хочу вам рассказать о Тайной Вечере, это рассказать о пище. Объединяющая сила в том, чтобы вместе принимать пищу. Это самое мое любимое время, когда вся семья собирается за столом, и мы едим все вместе. Исследование показывает, что совместное принятие пищи приносит пользу на физическом, душевном, эмоциональном уровне. Совместная трапеза — это возможность всем обсудить что-нибудь. И это также возможность делить с друг с другом ценности и веру. Это возможность услышать друг друга. Это возможность словами выразить свою любовь, посмотреть друг другу в глаза, услышать, о чем думает другой человек. Итак, это последняя трапеза, этот вечер. Это время было очень важным. Это была последняя возможность для Иисуса поговорить с Его учениками прежде, чем Он пожертвует своей жизнью. Это Иисус и Его последний шанс послужить Своим ученикам. В Евангелии от Луки читаем «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду пить от плода виноградного доколе не придет Царство Божие». Мне нравится слово «очень». «Очень» здесь значит с сильным желанием, с увлечением, с энтузиазмом. «Очень» значит глубоко, страстно, горячо. При подготовке к этому моему посланию я сомневалась немного, Господь как и каким способом. Он вернул меня к пророческим словам, которые Бог сказал мне об огне Святого Духа. Он сказал мне, «Я вижу, как Божий огонь сходит на твои уста, чтобы зажигать души людей». Да, это мое страстное желание, чтобы люди услышали о Боге. Наш Отец. И у Него горячее желание открыться нам в Иисусе. Горячее желание Иисуса отметить праздник Пасхи. Он ждет Его. Он хочет, чтобы Его ученики узнали, насколько тесно этот праздник связан с Ним. Желание Иисуса обращено и к нам с вами, чтобы и мы разделили с Ним эту трапезу. Псалмы красиво повествуют нам об этом. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Вот это желание Господне. Я пришел служить вам. И вот Его последняя возможность, последняя трапеза. Незадолго до того, как весь мир Его учеников будет перевернут с ног на голову. Фактически, через пару часов мы увидим, как Иисус будет арестован. Его будут избивать и распнут на кресте. Евангелие от Матфея говорит, так как Сын Человеческий, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он пришел отдать свою жизнь ради нас с вами. Спустя два часа после этой трапезы их надежды и мечты разлетятся в пух и прах. Их сердца разобьются. Все их надежды были сосредоточены на Иисусе. Иисус видел их поведение и выделил время для того, чтобы они осознали всю важность служения и все Его уроки. Он хотел дать им то, что поможет им пройти через тяжелые испытания. И вот здесь я подхожу к четвертому моменту. Омовение ног. В то время, ступая по земле в открытых сандалиях, людям необходимо было омыть свои ступни перед тем, как зайти в дом и сесть за обеденный стол. А тогда это были низкие столы. Самое смиренное в Евангелии это омовение Иисусом ног своих учеников. Такого еще никогда не было. Иисус все перевернул. Он, их учитель, моет им ноги. Именно во время последней трапезы. Его смирение и служение это тот пример, данный Иисусом. И есть Его безусловная любовь к нам, людям. Как написано в Евангелии от Иоанна, «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». В чем заключается замысел омовения ног? Он скрыт глубоко внутри. суть омовения, прощения Иисусом наших грехов, чтобы и мы также прощали грехи других. Я сказала себе, «Перестань обвинять других». Как только мы перестанем это делать, мы будем выше этого. И мы будем себя чувствовать гораздо лучше, чем прежде. Иисус говорит, «Говорите меньше, молчите больше». Мы, как последователи Иисуса, служим другим и в смирении, и в любви, поддерживая друг друга. Второе, о чем говорит омовение ног, Петр не хотел, чтобы Иисус омывал его ноги. Может быть, вы знаете эту историю? Иисус говорит ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Петр же отвечает, «Раз так, умой, тогда меня всего». Но правда в том, что быть умытым Иисусом означает быть спасенным. Вы вверяете себя Ему. Вы должны позволить Иисусу служить нам. Мы стоим ногами на земле. Спасение — это однократное действие, оправдание с помощью веры, постоянное, полное и совершенное. Ни одно действие не может больше очистить нас от грехов. Лишь только вера в воскресение Иисуса. Другой, четвертый момент, раскрывающий слово во время трапезы, это предательство. Что такое предательство? Это подрыв доверия. Предают вас совсем не враги. Предают вас ваши друзья. Предательство происходит в вашем близком окружении. Предают вас люди, которым вы доверяете. Люди, которым вы доверили свое сердце, а потом они выбросили его на улицу. Вас когда-нибудь предавали? Вас предавал ваш муж, ваша жена, ваши друзья, ваши деловые партнеры, ваши коллеги по работе. Вы знаете, каково это быть преданным. Что я могу сказать о предательстве, описав свои чувства словами, сбивающие с толку, ранящее, чувство измены, коварное, подлое и злое? Предательство случается в значимые моменты человеческой жизни. Предательство подрывает ваши чувства безопасности. Жизнь уже не будет такой, как прежде. Чему и кому вы можете еще доверять? Земля уходит у вас из-под ног. Предательство глубоко трогает вашу душу. Предательство вы будто не существуете, вас нет, с вами не считаются, поэтому оно так задевает вашу душу. Предательство задевает ваши права на существование и безопасность. И сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, сказав «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Предательство идет руко об руку с эмоциями, даже Иисус чувствовал возмущение. Предательство было нужно для того, чтобы наложить вечное молчание на Иисуса, но Иисус победил предательство. Предательство это не конец, вам только кажется, что это так. Благодаря Иисусу мы можем преодолевать трагизм и боль предательства, чтобы мы снова смогли доверять другим и впускать людей в нашу жизнь. Если люди покидают вас в трудный момент, лгут вам и не защищают вас, когда вас обижают другие, Иисус показывает нам, как мы можем найти силы начать все заново. Петр дает нам понять своим примером, что после предательства и лжи отношения возникают такие, каких не могло бы быть без этого. Любовь побеждает. Евангелие от Иоанна, читаем дальше. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Любовь это ключ. Новый завет я даю вам. Любите друг друга. Сконцентрируйтесь на Боге. Если вы получите откровение, что Бог любит вас, сможете отдавать любовь Господа другим людям. Бог не просит вашей любви. Он говорит, возьмите ее и позвольте ей течь к людям в вашем окружении. И вы сможете это сделать, ведь в вашем сердце есть частица моей любви. Это чудесная, невероятная любовь, которую вы можете отдать другим. Потому что вы получили этот дар от Бога. И пятый момент завет, новый завет. Все заветы были ознаменованы праздниками и окроплены кровью. Ветхий завет, в котором говорилось о крови ягненка на дверном косяке, в честь освобождения из Египта на пути в землю обетованную. И новый завет, в котором мы вспоминаем о смерти Агнца, который принес нам спасение. Новый завет, его кровь, его собственная кровь, сила, огромная сила в крови Агнца. А в новом завете его тело на кресте. Его кровь и его завет нам. Это его рука, протянутая нам, людям. Это полностью его работа. Наша талика работы сказать ему «Я с тобою, я с тем, что ты сделал, я благодарю тебя за ту часть завета, что ты разделил со мной. Вы связаны заветом вместе с Господом, и он никогда, никогда не нарушит своих обетований». То была последняя Пасха, когда в жертву ежегодно нужно было приносить Агнца. И вот он, Агнец Божий, который раз и навсегда заплатил за все. Пасха совершилась. Это и была тайная последняя вечеря. Это была последняя Пасха. Сам Бог разъясняет нам это в исходе. Бог завершил это в себе. Потом уже новое начало, первая трапеза, новый завет. В Евангелии от Луки красиво сказано «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». В этих двух стихах положен конец Ветхому завету. На его место приходит совершенно новое. Знаете, что произошло? Был положен конец всем церемониальным законам и праздникам. Нет больше шабата. Вы же видите, после всего, что произошло, первый день недели, день воскресения, воскресенье, конец всем церемониальным законам. Это конец ритуалам и жертвам, конец всем алтарям, конец всем жертвоприношениям в храмах. Это конец жречества, конец святым местам. Это конец святая святых. Господь широко открывает занавес для каждого и всех в его присутствии. Это конец их всей религиозной жизни. Нет церемониям, нет ритуалам, нет священникам, жертвам, алтарям, нет храмам, нет святым местам. Все это в прошлом. Это все тени настоящего. Но вот сейчас настало время. Иисус, Он умер, Он воскрес, и мы все священники. И больше никогда не будет жертв, больше нет закона, Он отработал себя, свершился в Иисусе, нет никаких религиозных праздников. Царство Божье и жертва Иисуса, этого уже достаточно. Если вы все же соблюдаете все религиозные праздники, то вы никак не считаетесь жертвой Иисуса. Он говорит, все совершилось, этого достаточно. В Библии говорится, вы будете под покрывалом. Но я не хочу жить под покрывалом, я хочу жить полной открытой жизнью, которую уготовил мне Господь. И жертва Иисуса упоминается в книге пророка Иеремии. Но вот завет, который я прощу беззакония и грехов их уже не вспомяну более. И это кровь Нового Завета. Что такое Новый Завет? Это Завет прощения и спасения. Завет, в котором Бог прощает наши грехи. И он основан на смерти Иисуса. Он был тем агнцем, закланным для основания этого мира. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова